А6, самая худшая по мне часть вообще из всей серии. Давайте посмотрим в плюс и почему именно я в неё играю. Во-первых, здесь 4 персонажа, раз. Потом 4 персонажа, прокачка есть также. Я просто большой фанат, понимаете, если вы не фанат, то, возможно, игра вам покажется нормальной, как шутер. Но если вы играли в старые классические части на PlayStation, то это покажется мылым говном. Всё же для меня любая обитель зла, кроме, может быть, 4 какой-нибудь, который вышел на PlayStation 1, это хорошая игра. Но есть супер хорошая, а есть просто хорошая. То есть для меня эта игра хорошая. Она самая худшая в серии, да. То есть здесь можно вот это вот перекат, вот тут уже можно руками, ногами махать, вот оно что-то делает. Ну это уже боевик. То есть если Resident Evil был сначала Survivor, то сейчас это боевик. То есть в принципе игра, как в вакууме, она хорошая. А если брать относительно других частей, даже пятую брать, четвёртую, да третью, она самая худшая вообще. То есть здесь 4 кампании, они в принципе долгие. Можно за Криса, за Джейка, за Шерри играть, за Леона, за Аду, то есть со всех классических персонажей. Вот. То есть в принципе из минусов, из минусов, ну вот это вот, да, нет, в принципе из минусов, ну я даже не знаю, ну сюжет дерьмо, тупое дерьмо, не нравится мне сама механика игры, ты тот подкат, зачем это всё, драки. Ну не знаю, ну нет, не вставляет оно как, если брать относительно какой-нибудь второй ремейк, да, битвы два. А в целом игра, ну вакууме, если брать, то она нормальная. То есть я в неё иногда приыгрываю, то есть я долго в неё не играю, то есть я просто прохожу из-за чего, вот смотрите, я прохожу из-за того, чтобы пройти игру на все 100%, сейчас вам покажу, как это, как это называется. Вот, то есть есть рекорды, есть вот пройдено, вот видите, за каждого, ну чтобы пройти игру на 100%, нужно за каждого пройти на всех уровнях сложности, поэтому я в неё играю, поэтому я, к тому же её в неё можно будет играть, по сети. Итак, вторая игра в моём списке, здесь нет определённых мест, здесь все места. Вторая игра, это Клиноксимы, это шедевральная игра, если вы в неё в детстве не играли, то вы в неё сейчас, в век таких, если не считать, Dark Souls век простых игр, вы в неё сейчас можете играть, то есть, в чём соль, даются 4 персонажа, первые рыцы, он владеет щитами и мечами, одноручные. Второй персонаж, это Гном, он владеет щитами, топорами, лавами одноручными, третий персонаж, это Аммазон, она владеет всякими, губардами, всякими руками, она быстро, всякими ногами, наганами, наганитами, как они называются, нагинатами, вот, и последний персонаж, самый клёвый, это Варвара Вася, он самый здоровый, у него специализация на лучшем мече, и у него самый большой урок, рыцарь самый быстрый, он самый, ну не сам дух, он средний, он, короче, самый легкий, игра, игры, Гном, самый тяжёлый, потому что, им хрен попадёт, по кому, чтобы по врагу попасть, нужно улыбиться, у него всё больше здоровье, урон у него средний, Амазонка самая дохлая, у неё всех меньше здоровья, но в конце, у неё у последнего оружия, такая комбинация, что всем маму, Васю, Васю не делай, и Варвар, средний, все больше урона, вот такие вот персонажи, это просто, здесь бои, я, за всю игровую индустрию, не рад, она долго грузится, потому что, игра вообще суперская, клёвая, всем советую, то есть, это я вот играю, заваривал, сейчас вам бой покажу, примерно, как он здесь проходит, Йоу, вот и полетел в бездну, это вам не ваши, Dark Souls, один перекат сделал, и всё, где-то загружил, Dark Souls, в сравнении с этой игрой, не знаю, я пробовал в Dark Souls, какая-то парашка, он сейчас вам покажу, это демон, но бои здесь, клевый здесь, то есть, комбинации нужно проводить, уворачиваться, можно сделать комбинации, половина комбинации сделать, отпрыгнуть от удара, и он будет её доделывать, в общем, клёво, клёво, игра клёвая, всем, те, кто помнит, он, защитил, зелёный, это слабая комбинация, а красный, это сильная комбинация, вот в таком плане, игра, всем рекомендую, вообще клёвая игра, постоянно в неё игра, здравствуйте, я вега, искусственный интеллект, марсианского комплекса, я провёл диагностику, притерианского бронекостюма, и выяснил, что смогу активировать, дополнительные испытания, с помощью которых, вы сумеете быстрее обновить свой арсенал, игра хорошая, отслеживающую программу, динамика крошилова, монстры, пышки, игра хорошая, офигенная, даже я бы сказал, то есть я в неё время от времени переигрываю, почему-то есть такие игры, которые, когда играешь, и один раз прошёл, забыл, а есть игры, которые можно играть и перепроходить, и, в общем, здесь нужно искать секрет, убить главного врага, там, да, модифицировать оружие, броню, то есть перемените, такие добивания, за них выдают всякие очки, то есть, в принципе, ну, классика, я бы не сказал, что классика, перебирал, но я бы сказал, это какой-то ремейк, что ли, ремастер, или, ну, в общем, игра клёвая, я иногда не играю, прохожу, то есть, мне всё нравится, там, сниматься, взрывы, то есть, в принципе, типичный шутер, не то, что там всякие Call of Duty, Battlefield, одно и то же, я прям, я, ватал Филд, пятую, по-моему, я игра, прошёл и удалил, она неинтересная, вообще, вообще, ничем не цепляет, а здесь, вот туда-сюда, как-то вот, она какая-то интересная, она заставляет тебя пройти второй раз, то есть, она интересная, да, хотя, и пускай здесь, там, двойной прыжок, там, прокачка появилась, это надо искать, эти секреты, всякие очки, это всё разнообразует, очень геймплей, и, в принципе, игра, я считаю, вообще, достойная своего продолжения, то, что там был первый, второй, ну, она, в принципе, вообще, то есть, такая же практически, даже, можно сказать, интереснее, в каких-то местах, то есть, стрельба здесь, то есть, стрельба здесь, прям, действительно, интересная, она такая, ощущается стрельбой, но, 16-го года, всем советую бы играть, офигенная игра, таких игр надо больше, двери, заграгированные, ну, шутеров, не важно, одиночных, сейчас весь, все онлайн, все в онлайн ушли, поэтому говно одно делают, вот таких игр не хватает, вот эта вот офигенная игра, действительно, перезапуск старой, ну, старой игры, вот эта вот действительно, хорошая, добротная игра, в неё рекомендую я всем поиграть, итак, следующая игра у нас на обзоре, это получается, Fallout 4, я расскажу, почему он мне понравился, да, я в первые две не играл, да, не могу ничего, ну, говорить, то, что, почему, ну, короче, я не играл в первые две, поэтому четвертый Fallout мне понравился, давайте поговорим о том, что мне понравилось, о том, что не понравилось, понравилась мне стрельба, я играл до этого в третий Fallout, там такая дерьмовая стрельба, что просто я не смог играть, вот именно не смог играть, он хороший третий Fallout, но там такая унылая стрельба, я не смог просто играть отчасти из-за стрельбы, здесь либо уже лучше ну естественно графика лучше что еще здесь прокачка здесь такая знаете банально я бы сказал то есть да ну ты вот знаете это как возможно относительно первой части прокачку здесь говно но если относительно борца разыграть 4 то в принципе прокачка здесь много в принципе есть ненужные навыки вообще зачем они здесь вот каннибал да лечить сужать вообще ни разу не пользовался не нужно это хорей ну шанс в общем есть такие вот это вот зачем сочниками металл кроме за здесь ненужная вообще херня вот этот песочный человек убивать во сне вообще ненужные херня то есть есть такие вот ненужные есть парочку ну не тройку а принципе то есть есть такие моменты которых не нужно вообще то есть те навыки которые в принципе не нужны что мне понравилось понравилось сюжет так себе на самом деле но ой извиняюсь но знаете в конце день пора 100 что то есть есть путь за институт до играть за институт кошка то есть можно играть за институт за подземку института тип такие ученые ботаник подземка тип сопротивления какой-то за синтами можно играть за минитменов это вот такие типа народные дружинники и братства стали это типа такие вот долговцы какой-то сталки и самое главное здесь есть вот дополнение пиро сарпу не пишется вопрос далекой галки там такой сюжет есть что можно сделать так то что в общем в итоге всех присмирить но в конце все равно приходится то есть конце вообще всего всей сюжетной игры приходится выбирать за какую 100 то есть нельзя примирить стороны нельзя сделать так чтобы был мир со всеми вот этими четырьмя группировками обязательно нужно выбирать одну чему если у тебя разведано уровень диалогов да да почему не ты не сможешь им там заговорить как-то сболтать чтобы они типа раз остались с миром да то есть нет такого то есть ты должен обязательно принять одну сторону да иногда бывает там сейф до сложный сейф открываешь а там три патроны и какая-то вешалка сейф суперсложный то есть иногда бывают какие-то неадекватные оружие там плюс бита 30 кровотечению и можно ромка сбить и они будут кровоточить ну вот эти можно пушки бить но стационарные доты бьешь и она таком теньма то есть бывают такие какие-то дебильные пушки да бывает непонятки с с оружием то есть выпадают какие-то крюки какие-то из таракана может крюк выпасть какой-то легендарных дачу за бред как может из таракана крюкнуть то есть вот это вот такой небольшой что еще здесь крафт неинтересный вот крафт нет крафт оружие хороший постройка с постройка сама убежище не очень интересны не убежище поселение не очень интересны во первых она криво сделана во вторых она такая так себе да то есть она аркадная такая можно ее было в принципе за позаморочиться сделать побольше но игра мне понравилось ну из плюсов ну из минусов можно еще оптимизацию потому что некоторых местах просадки там аж до 30 хотя в большинстве то есть большинстве может быть люди карта говно но игра старая да как меня видеокарта новее этой игры и она довольно таки мощная и процессору не напрягается то есть вот и игра сама в принципе мне понравился это же время отремя прохожу вот то есть что крафт вот всех оружие всех брони интересно до искать 6 ну есть глупо сюда то есть да там вскрывать замки в будущем до отмычка и как в скайриме взломать сейф отмычкой как в скайриме да то есть вот есть броня вот у меня напарник доходит то есть плавает он здесь как-то непонятно ну физика плавания как как дубина сталь ростовый плавок а так играет я не сказал что фалару четвертое говно мне вот он например очень понравился всем рекомендую те кто не играл первую вторую всем рекомендую поиграть в эту игру ну и куда же без классики это дьявола 2 lord of destruction просто шедевр 3 диабол вообще об сравнении с дьявол полное говнище 6 персонажей я играю за паладина дохрена способов прокачки персонажа дохрена рандомная регенерация предметов рандомная генерация карт интересные интересная прокачка интересная крафт не крафта именно интересно искать вещи улучшится персонажа делать его более сильным а уровень ад очень сложно играть о то есть игра она затягивает офигенно просто игра на все времена сколько вот уже прошло я до сих пор в нее играет здесь 6 персонажей или семьи каждого можно по три раза и каждому можно прокачать разные навыки пройти так то так в общем игра и и знает наверное все геймеры ничего 2 диаболу я лучше не то есть это самая лучшая часть из за всей франшизы посмотрим вот чё с четвертым сделаю и так следующая у нас игра это resident evil 4 тоже офигенные